Так, давайте я вам покажу просто, как создать фон и размножить. Например, у вас есть картинка или видео просто. Давайте сначала на примере видео, как его размножить. Потому что, например, вы находите, если в Телеграм или еще где-то на каких-то ресурсах, находите, допустим, ролик какой-то для видеомонтажа. То есть можно, знаете, задать вот такой вот поиск в браузере. Ну, я вот в Яндекс.Браузере еще всегда задаю, что, значит, видео для видеомонтажа. Допустим, сразу пишу. Ну, например, я создавала, когда про гриппфрут, про шампунь, я написала видео о гриппфруте или с гриппфрутом для видеомонтажа. И, в общем, нашла ролики. Есть такой, значит, ну, есть ресурсы разные. Вы просто посмотрите, что вам где больше понравится. Ну, или вот Лена еще дала, да, способ, как можно, например, брать ролики из других ресурсов, в том числе из Ютуба, да, ну, например, о природе. Но я беру в Телеграм, потому что в Телеграм есть чаты. Они называются, например, природой пейзажи или мир природы. Ну, вот такие вот названия. И там, в общем-то, часто бывают и фотографии, и видео. И там можно найти. Ну, вот, например, вот это вот. Возьмем видео. Вот тут вот у нас, ну, океан или море, да, океан, скорее всего. Вот он сразу с музыкой. Он сразу с музыкой. Вот, смотрите, бывают видео сразу с музыкой, но они, допустим, обрываются на... То есть даже куплет не пропивается, обрывается, да. Хоть и музыка красивая, ее можно просто эту музыку найти в интернете, скачать и укоротить потом, из духа не сделать. Поэтому я, когда помещаю... Ну, вот я сейчас, значит, ее нашла, да, я сейчас пойду в Капкат. То есть я посмотрела, допустим, я вот эту мелодию возьму. Так, я пошла в приложение Капкат, потому что мы там будем учиться создавать ролики. Оно очень... Мне нравится вообще это приложение. Это раньше в иншоте. Так, вот новый проект. И, допустим, вот в этот ролик, который я сейчас нашла, вот он, да, я его добавляю, добавляю в Капкат. И сразу выключаю звук. Смотрите, видите, тут вот сбоку слева такой, как рупор нарисован, да, и выкл звук. Вот вы на него топните, чтобы звука не было, вот, чтобы было тихо. Ну, вы можете со звуком, конечно, если вам нравится, но меня отвлекает. Вот, допустим, вот такое вот видео. Оно, смотрите, всего лишь на 11 секунд. А вам нужно на основе вот этого видео сделать свой ролик, создать. И вам нужно, ну, допустим, 40, 43 секунды. Ну, или 40, там, или минута. Делайте подлиннее, чтобы потом можно укоротить. Будет. Значит, что нужно сделать? Нужно топнуть вот на это полотно рабочее. Видите, вот внизу под экраном ходит такое рабочее полотно. Надо на него топнуть. Оно выделяется сразу скобочками. И внизу появляются, вот видите, разделить, скорость, анимация, стиль. Вы вот так все двигаете влево. И ищите слово копировать. Ищите слово копировать. Вот оно, слово копировать. Нажимаете на него, и у вас увеличивается. Теперь уже у вас не 11 секунд, а 21 секунда получилось. Почему 21, а не 22? А тут концовка, понятно. Так, вам еще нужно. Еще раз нажимаете копировать. Снова у вас добавляется. Так, тут получается 10 секунд. Да, давайте сразу. Ну, ладно, потом покажу. Значит, еще мало. 31, да? А снова топайте, нажим накопировать. Еще увеличивается. 41. Еще раз можете. Вот 51. Ну, если до минуты хотите, то еще раз топайте. Вот, все. Минута и 0,1. Вот это все у вас получилось. Ваше видео фоновое для фона. Оно из короткого превращается в длинное. Единственное, что бывает, скачет. Вот здесь не очень сильно скачет. В принципе, когда будете делать наложение, это будет незаметно. Здесь можно не делать соединения. Вот видите, вот такие квадратики, когда сильно видео отличается, знаете, вот получается здесь, как бы, что начало, что конец примерно в одном, на одном месте просто волна идет. А бывает, что движение, допустим, от берега, к примеру, к другому берегу. И потом, когда повторение, то обрывается резко, там надо будет плавно соединять. Мы с вами это тоже посмотрим, как это делать. Ну, сейчас я просто вам вот записала, как копировать, чтобы сделать, удлинить ваше видео до создания, для создания ролика. Так, это раз. Ну, ничего не делаем, просто выходим из этого приложения, оно у вас останется. В проекте, ой, стрелочку нажимаю обратно. Вот она вот сохранилась, вот сохраняет в проекте, вот он. Вот он. Может с ним работать, никуда не девается, пока ничего больше не делаем. Вот. И либо еще, если вы с картинками работаете, ну, например, вам просто хочется, чтобы был такой, ну, какой-то фон, цветной, допустим, но не очень яркий, может быть, а может быть яркий, ну, не знаю, там. Вы уже сами выбирайте картинки, я меня тут не подготовила, конечно. В этом плане сейчас посмотрю, что тут может быть, у меня еще нет подходящего. Ну, вот такой, например, вот такой фон. Вот, видите, вот это вот, я добавляю, вот эта картинка, она, ну, получается, утраивается и на 5 секунд. А вам нужно на протяжении вот этой картинки и текст, и периодически, чтобы у вас появлялся продукт, вы то же самое делаете. Топаете на рабочую поверхность, вот это, видите, у вас выделяется, прям скобочки такие черненькие, да, с боков. И у вас меняется внизу надписи. Вы двигаете влево, ищите слово копировать. Копировать, вот, вы нажали копировать. У вас уже стало 8 секунд, да. Еще раз нажимаете копировать, 11. Вот под экраном слева, видите, вот там вот, как бы вам показать-то, слева под самим экраном, на котором вы видите уже результат, да, там секунды показывает. Вот, вот, если я подвигаю, видите, они прямо вот двигаются там, 5, 6, 7, 8. Так, и тут у нас уже обрывается. Ну, вот, ставлю я снова на картинку, нажимаю копировать, и еще копировать, и еще копировать. Видите, меняются секунды. Прибавляю, вот, вот, если я на конец вот так поставлю в конце, да, тут 20 у меня, 20 секунд, да. Так, топнуть надо снова, а то уходит. И снова ищем копировать, а то я там задела. Снова копируем, копируем. Вот, смотрите, до того момента, пока у вас под экраном не будет то число секунд, которое вам необходимо. Или запасиком. Пусть будет с запасом. Сейчас покажу. Если когда запас, то можно сразу убавить. И, кстати, на видео не показала. Ну, вот, смотрите, мы, например, сделали с запасом. Вот я сейчас еще топаю, еще топаю. 56 и... Ну, вот, минутой 2 секунды, да. Вот, видите, если мне нужно поменьше сделать, например, ну, 58 секунд, да, к примеру. Ну, 56 давайте сделаем. Я просто вот эту скобочку беру и тащу ее вот так сюда. Так, тут у нас еще 57 и 56. Сейчас будет так. 57. Ну, 57, короче говоря, пусть будет у нас. Ну, например, нам надо 57, да, потому что тут тогда, если я уберу полностью вот этот вот, либо, смотрите, вот этот кусочек, если он мне не нужен, я просто нахожу слово удалить внизу. Вот, видите, удалить. Он уже выделен, этот кусочек, он у меня получился лишний. Я нажимаю удалить, все. И у меня вот остается как бы вот 57 секунд, да, 56. 56 секунд, то есть тот кусочек я полностью удалила. И чтобы у меня не ехало вот это дальше, да, я, значит, нажимаю, топаю на концовку. Вот сюда опять у меня выделяется вот эта концовка, которая все время черным появляется на экране. И справа, видите, удалить. Нажимаем удалить, все. Больше у вас не будет перебора в черную, вот эту линию, в черную сторону. То есть вот так вот. И у вас есть полотно для того, чтобы создать на его основе ролик. У меня есть такой ролик, в принципе, без видео. Я вам тоже его сброшу, ну, посмотреть. Так, чисто для примера. И все. И пока выходим. Выходим. Значит, у нас уже фон, получается, есть. Мы находим картинку. О каком продукте. Ну, вот у меня было, например, о парфюме. Было о парфюме. Сейчас я вам сброшу. Но вы можете любой другой продукт. В принципе, какая разница. Вы просто можете о каком-то... Можете тоже о парфюме. Можете о продукте. Можете о каком продукте. Например, там что-то косметическое. Косметический продукт какой-то для лица. Или там какое-то жидкое мыло. Ну, в общем, вы уже сами потом... Сами уже думайте, что вам... О чем вам хочется вот на этом фоне... Что вам хочется показать. О чем вам хочется рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok